Шалом, мы с вами продолжаем законы шабата. Мы на прошлой неделе начали с вами законы, связанные с больными в шабате. Какие основные принципы мы сказали? У нас есть три уровня, которые различают Аллаха. Есть опасность для жизни, нет опасности для жизни и легкое недомогание. С точки зрения принципов, что разрешено, запрещено. По поводу Пико Ахнефеш, опасность для жизни, Виктор. Да. Что ты можешь сказать? Принципы по поводу больного, у которого есть опасность для жизни. Пико Ахнефеш. Все, что входит в опасность для жизни, позволяет нарушать что? Кроме трех вещей. Позволяет нарушать шабата, дарабана. Если нарушать шабата, мы говорим дарабана, само собой дарабана. Есть очень много вещей в шабат, которые запрещены дарабананом. Пико Ахнефеш. Я спрашиваю... Еще раз. Я не должен выжимать из тебя. Ты должен это на автомате сразу выдавать. Если у меня есть Пико Ахнефеш, то ты должен сказать, естественно, что и дарабанан, если мы говорим, что даже деурайта нужно. То есть и деурайта, и дарабанан, есть только три деурайта. Скажи это, они понимают. Так я сказал, естественно, что нарушается, если деурайта нарушается, дарабанан не обсуждается для нарушения или нет. То есть автоматически. Не всегда. Иногда мы видим, что устражения в дарабанан больше, чем в деурайта. Мы уже не учили, я не помню. Мы это учили, но давно уже. Когда мы говорим про три деурайта, которые мы в любом случае нарушить не можем. А вот за райдала поклонство. Убийство. Запрещенные половые связи. Запрещенные половые связи. А как эти три могут соприкасаться с Пико Ахнефеш? Я могу убить кого-то, чтобы что, спасти, потому что у него таблетки? Да. Ты можешь убить кого-то, чтобы спасти, да? Именно так. Это очень странно. Это не очень странно. Абудазара самый простой вариант. Тебе говорят, мы тебе сейчас сделаем заговор. И ты выздоровеешь. Я не понимаю кровопролитие и смешение, то есть отношения. Не понимаю. Кровопролитие, как они могут списаться сюда? Кровопролитие. Самое простое. Я надеюсь, ты про такую гадость слышал. Молодой человек, надеюсь, не слышал. Ну, извини, что услышишь. Есть такое понятие, как торговля органами. Слышал? А что это такое? Это не убийство. Донор, донор подписал контракт, подпись. Стоп. Что надоело? Ладно. Что такое черный хирург? Тебе так понять не будет? Это другое черное хирург. Потому что единственное, что можно спокойно... Есть пару вещей, которые можно спокойно пересадить без большого урона для донора. Почка вторая или часть печени? Сердце. Если сердце, если легкие, если много других вещей, мелких, которые, если ты их забираешь, то ты их забираешь. Все. Донор это отдает. Ну, донор это отдает. А что донору остается, если он отдал сердце? Это его проблема. Он подписывается. Он подписывается. Он отдал. Это не черный рынок. Это кражат. Его не убивают. Что не убивают? Еще раз. Сердце, если у него забрали, его это не убьет? Так он же подписывает. Да хоть трижды он подпишет. Я смотрел документальный фильм, как это работает. Человек отдает свои органы с подписью. Потому что, знаешь, у него рак, допустим. Если у него есть галочка и звоночек, и ему говорят, ты хочешь отдать за эти деньги? Он это делает сознательно. Он умирает. Я тебе по секрету скажу. Прежде всего, если у человека рак, то он не имеет права, даже если он вылечившийся рак, как правило, по поводу вылечившегося могут быть некоторые исключения. Хотя общий принцип точно такой же. То есть, если у человека рак, даже вылеченный рак, то его органы не берут. То, что я сейчас говорю, то, что процветает, к сожалению, во многих странах Третьего мира и Советский Союз в данном случае, относится именно к этим странам. Когда черные хирурги, никого не спрашивая, разбирают на запчасти, они спасают людей. То есть вы хотите сказать, что это делается нелегально? Понятно, что есть гигантский нелегальный рынок донорства. Есть огромное количество законов, которые против, делают ограничения, чтобы нелегальный или полулегальный бизнес прикрыть. Беседер, есть и легальный, я не спорю. Но по объемам я очень сомневаюсь, что легальный находится на первом месте. Совсем нет. И если мы сейчас говорим про пико-хныпыш, то понятно, что это запрещено. И ты не можешь сказать, а я ничего не вижу, я ничего не вижу, не важно, сколько человек прирезали, чтобы меня сейчас поставить на ноги. Ты не можешь этого сказать. Почему? Мы сказали, у тебя есть три принципа. Цель? Да. Я могу вопросить, да, походу? Нужно. Это у нас жизнь такая. Два вопроса сразу, походу. Вы сказали, а вода жара, вот, например, ты бы вошел в колдун, и она заговор прочитала. Наши кинцов шелха на рук, насколько я знаю, разрешает, значит, в условиях, когда, например, обратиться к знаку, или, например, когда есть опасность для жизни. Нет. Категорически нет. Без вариантов. То есть мы не можем обращаться... Категорически. Понятно, тогда этот вопрос отпадает. Упал. Да, все. Мусорку, да. Значит, ну... Все равно такие вопросы надо спрашивать, даже если ответ будет такой жесткий. Понятно, лучше жесткий. Сразу же убивает все остальное. Вот. Два остальных вопроса. Значит, мы, этот, по поводу, вот, вы сами сказали, по поводу органной перспадации. Значит, мы в молитвах говорим, там, 248 частей, которые соответствуют 248 органам. Например, в Израиле очень часто, например, я знаю, даже почки дают. Например, есть такой, например, фонд, который бы незнакомому человеку подарил почку. У тебя... У меня есть несколько таких знакомых. Значит, когда мы читаем молитву, мы читаем, и мы все равно произносят от 248. Естественно. Человек, который, например, отдал свою почку, он говорит это от имени всего, как бы, еврейского народа, что и все равно 248. У него по факту же уже не получается, что у него... То есть орган... Я тебе по секрету скажу, естественно, что можно. Снова-таки, что можно? Почка, мы знаем, что Всевышний создал человека так, что почка у него дублирующая. Очень вероятно, что она ему потребуется. Дублирующие есть еще некоторые вещи. И это не значит, что их нужно отрезать. Если Всевышний дал дублирующие, дал дублирующие. Извините, яичка тоже два у мужчины. Хотя рабочие, по большому счету, одно. Второе дублирующее. Это не значит, что это нужно убирать. Или у женщины две трубы, не одна. Второе дублирующее. То есть это не значит, что они лишние. И что они не нужны. Они нужны. Значит, вопрос сейчас, если человек может спасти другого. И при этом он себя ставит только в теоретическую опасность. А практически он себя опасности не подвергает. То есть косвенно, да. В итоге, если у него одна почка откажет, то в таком случае у него проблема. Потому что у него дубля нет. Может быть такая ситуация. Иногда случается. Кстати, сегодня по всяким правилам. Если у человека отказала почка, то он сразу там... А у него он свою вторую пожертвовал. То он автоматически там чуть ли не верхнюю часть списка идет. Потому что он свою отдал. Все равно. Но нет никакого запрета. Точно так же, как есть карточки. И сейчас, к сожалению, уже отнюдь ни одного погибшего на этой войне. Они, извините за грубое слово, разобрали. И спасли по 5-6 человек. Когда какой-нибудь молодой парень. 18-летний, 20-летний, который погиб. Причем он погиб не сразу. Он был очень тяжело ранен. Его пытались спасти. В итоге мозг перестал функционировать. Его органы пересаживают. Причем очень длинный список. И сердце, и легкие, и печень, и почки. Иногда там селезенки. Иногда еще что-то. Которые пересаживают другим. Цена? Это однозначно разрешено. Мы не можем убить ради этого человека. То есть, если человек, он по-прежнему функционирует. Мы не можем сказать. Ну, мало ли, он будет жить недолго и плохо. Поэтому лучше мы его убьем. И благодаря нему еще 5 человек будет жить долго и хорошо. Мы такого сказать не можем. А если человек сам себя убил, оставил записку, мы тоже не можем использовать его органы. Если он сам себя убил... Или написал завещание. Сегодня, собственно, даже завещание не надо. Сегодня есть такое понятие, как... Есть несколько разных видов карточек, которые ты подписываешь заранее. И автоматически после смерти ты... Естественная смерть. Естественная смерть. И неестественная, на самом деле, тоже вопрос в другом. Что если человек убил себя, и это, то, как правило, пока придут... Забирать его органы, практически все органы уже будут непригодны. Может быть, за исключением... Нет, непригодны с точки зрения того, что они испортятся. У каждого органа... Там у одного органа это 20 минут, у другого это 50 минут, у какого-то там, может быть, 2 часа. Короче, холодильник. Но не обсуждается самоубийство. Абсолютно самоубийство не обсуждается. У ванной с радио. Есть такой фильм, поэтому задал бы в ход. Как скажешь. И он в этот момент позвонил... Разбирайте меня, и я все. И этот... Я понял. Нет, кстати, фильмы мы сейчас обсуждать не будем. Разве что связанные с чем-нибудь еврейским. В данном случае, эта тема... Я не являюсь большим равом по секам в этом вопросе. У меня есть, скажем так, знания намного больше средних, но не на уровне крутого рава. Здесь иногда нужны очень широкие плечи в знаниях Аллахи, чтобы в определенных ситуациях выдать ответ. Это не все так просто. И с этими карточками тоже есть... Есть разные виды карточек. Есть карточка, которая учитывает все логические мнения, есть карточка, которая не учитывает все логические мнения. Разница там, на самом деле, достаточно минорная, но она есть. А по всем логическим мнениям разрешено органное донорство или... По всем мнениям оно разрешено. Вопрос, что требования к тому, чтобы засчитать, что человек умер, отличаются. Но только в этом вопросе. Только в этом вопросе. Точно так же, как извините, сегодня это уже меньше стали делать, хотя какой-то период было, свиносердь тоже можно использовать. С точки зрения Аллахи. И никто не скажет, что он стал свиней из-за этого. Лучше не надо, потому что мы слишком долго... Нет, мы еще не начинали. Я начал спрашивать вопросы, чтобы проверить, что вы что-то помните. Вы ничего не помните, зато вы спрашиваете много вопросов. Это радует. Значит, нет, претензий ни к тебе, я не был на предыдущем уроке. Да. Что? Неправда? Беседер, в таком случае вы мне должны сказать принцип. Помимо того, что Деурайта, кроме трех, запрещены, разрешены, три запрещены, все остальные разрешены, Дерабанан разрешены, какие у меня есть принципы того, как мы ведем себя с опасно больными? Вы хотите же ему перечислить, что же написали? Перечислить принципы, я попросил, а не перечисления. То есть подвести самому принципы. Да, я их тоже упоминал, но вы их не записывали. Никто я не видел, чтобы записывал. Если у меня есть, допустим, умный, знающий еврей, который меньше знает, то пусть нарушает тот, кто больше знает. Значит, лучше, чтобы нарушал тот, кто больше знает, потому что он нарушит меньше. Ты сказал, что он знает больше, но принцип почему? Потому что общий принцип, мы должны делать все, но мы должны постараться нарушить как можно меньше. То есть, если я могу сделать столько запретов Деурайта или вот столько дырабанам с тем же самым результатом, то мне запрещено нарушать Деурайта, если это тот же самый результат. Если у Деурайта результат лучше, я должен нарушить Деурайта, но снова-таки я должен постараться это сделать по минимуму. Есть у меня общий принцип, который называется, я должен свести к минимуму для того, чтобы вылечить. По отношению к кому мы сказали, у меня это работает и почему? По отношению к евреям. Почему по отношению к евреям? Потому что он соблюдает шаббат. Чтобы он мог продолжать дальше соблюдать шаббат. Чтобы мы нарушим одну субботу, чтобы он мог соблюдать много суббот. Мы сказали, что это... Какой? Если у нас есть сомнения по Пикохнефешу... Прекрасно. Если у меня есть сомнения, то в таком случае сомнения Пикохнефеш приравнивается к самому Пикохнефеш. То есть, если я не уверен, то лучше я перестрахуюсь и Деурайта нарушу, чтобы сохранить жизнь, чем скажу, а вдруг он не опасно больной? Ой, умер. Лучше нарушить, но не потерять еще одну жизнь. Сына? Там еще один. Если человек уже знает, что он умирает, то мы не можем зарушить, что он отключить ему страдания. Если мы знаем, что человек умирает... Даже если он умирает, то в любом случае он опасно больной, поэтому мы в любом случае для него нарушаем. Без этого. если мы не уверены, то мы, в отличие, не устражаем, а облегчаем, насколько я знаю. В данном случае это является устражением. То, что я сейчас буду нарушать, это устражение, потому что я сейчас устражаю, чтобы сохранить ему жизнь. Сейчас короткое перечисление. Каждый говорит по одной ситуации, которая приравнивается к веку Ахнефеш. Володя первый, пошел. Высокотемпература, сколько? Температура, по очереди я сказал. Температура. От 37? Больше? От 37? Нет, это мы вообще не говорили температуру. 38 и плохое самочувствие или 39, даже хорошее самочувствие. Следующий. Открытый перелом. Дальше. Солнечный удар. Солнечный удар. Кровотечение, если оно артериальное или венозное, или внутреннее. Просто кровотечение. Ты пальчик порезал, извини. Нет, Ахнефеш. Или артериальное, или венозное, или внутренние органы. Есть кровотечение. Ты пропустил свою очередь или у тебя нечего сказать пока? Нет. Молчу. Хорошо. Пожар. Пожар. Фурункул. Где фурункул? Какой фурункул? Большой. Большой фурункул. Почему? Потому что фурункул, большой, внутри фурункула, это гной. Если он большой и он глубже к коже, то если он порвется внутрь, то и будет заражение крови. Или если даже маленький фурункул, на слизистых оболочках. Какие у тебя слизистые оболочки есть? Глаз. Нос. Рот. Губы. Губы еще. Глаза. Глаза. Еще есть, да. Дальше. Бледный человек. Бледный это не пикохный. Извини. Это как и 37. Скорее всего, просто недомогание. Хотя может быть и больной. После беременности на третий день пикохный. До трех дней автоматически, до семи, если есть. Хотя бы небольшое недомогание. Если человек был контакт с человеком, который был с холерой. Если был прямой контакт с очень заразной болезнью. Дальше. Тонет. Вырубаем и тащим. Тонет, вырубаем и тащим. Понял? При условии, что сам плавать умеешь, да? Упуск пчелы, ассы, если по вашему чувствуете. Отлично. Еще. Но, наверное, работа неукротима. Отлично. Отравление. Папа, ты мою мысль не взял? Он не взял. Он просто читает твои мысли. Ты что думаешь? Я знаю, я думаю. Взял, прочитал и все. Он же папа. Да. Если сильно пухшая сама рана поселит. Если сильно пухшая рана, и мы боимся, что у меня идет сильное воспаление кри-гангрена. Если сильный удар, то вен. Если сильный удар, там, где у меня есть много вен и нервов. То есть, примеры. Солнышко. Солнышко. И вот эта часть. На кистях и на ногах тоже верхняя часть. Здесь очень много кровеносных. Есть очень сильная пухла. Шея. Шея. Виски. Поехали дальше. Укус дикой. Бешеная, естественно. Даже если я не знаю, бешеная это собака или нет. Дикая собака, кошка. Слон с дерева сбежал, тебя укусил, убежал обратно на дерево. Здесь бегают такие слоники. А я думаю, что боль на самом деле, которая не проходит. Нет. Это сильная. Нет. Головная боль. Что они сильные? То в таком случае мы говорим. Зубная боль. А? Есть зубная боль. Это может быть зубная боль. Это может быть просто. Иногда человека бывает. Обычно это значит, что у него очень высокое внутричерневное давление. Но не обязательно. Это могут быть другие причины. Человек чувствует, что у него голову разрывает. Вроде, кроме этого все нормально. Если он не способен сейчас ни на что. Дикая боль. Это будет тоже пикок на фиш. Да? Кстати, глазная боль очень сильная. К этому тоже приравняется. Почему зуб, например, сильный не входит? Входит. Есть вопрос на сколько. Если человек сходит с ума от боли в зубе. Нет. Зуб. 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 Зуб сильный не входит. Я не знаю, что такое сильный зуб, который ты подразумеваешь. Я знаю, что такое зуб. Я знаю, что такое аллергия. Вопрос, что ты подразумеваешь под словами сильный зуб. Но есть часок. Есть. На крови расчесывает человек. Часок. 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 Смотри. Не обязательно часок. Нет. Вопрос сейчас, по большому счету, упирается в уровень. Если человек, грубо говоря, а это бывает, начинает сходить с ума от боли и весь расчесывается, то если он начинает сходить с ума от боли, то понятно, что это пикох нефеш. Если он просто чешется, разгрожает, он не может остановиться, это не называется смерть. Смерть это ему грозить не будет. То есть он должен для себя, ты правильно смеешься, потому что человек во многих ситуациях должен для себя сказать, для меня это за границ, за пределами того, что я могу терпеть, или до пределов. Если за пределами, и неважно, это глаза, зубы, дикая головная боль, дикая чесотка, это может быть пикох нефеш, если человек не способен это терпеть вообще. То, что здесь будет это определять, это не чесотка, а то, что он ломается под болью. Это то, что меня определяет. Если это полностью ломает, то это пикох нефеш. Если его раздражает, то это не пикох нефеш. Но это будет уже больной. На голову или на какое-то кожное заболевание, это уже другой вопрос. Больные на голову, они тоже больные. И могут быть опасно больными соответственно. Да. Что это любое из домогальных проблем? Нет. Нет, я не так сказал. Любое недомогание у младенца мы поднимаем на один уровень и рассматриваем как болезнь. А любую болезнь у младенца мы поднимаем на уровень и рассматриваем как пикох нефеш. Перелом со смещением. Перелом со смещением подсмотрел, Редиска. Я смотрю, что мы еще не говорили. Согласен. Перелом со смещением, даже если он закрытый. А если ты не видишь, было смещение или нет? Если у меня опухло, и я не могу это увидеть, то тогда я говорю сапэк. Если у меня перелом со смещением там, где я кость вижу, я вижу, что никакого смещения нет. Я не говорю, а вдруг там на 18 микронов оно сдвинулось. Все может быть. 18 микронов ты почувствовать не можешь. Я тебе скажу, что и полмиллиметра ты, скорее всего, не почувствуешь. Смещение вообще, это по сути, это не трещина, это именно силой скорости. Трещина без, что такое перелом без смещения, это трещина. Вымыкнула с рука, это пикох? Нет. Нет? Нет. А что там делать в таком случае? Да, он в дикой опоре, я тоже руку его вообще двигаю. А? Это больной. У тебя был когда-нибудь вывих? Это боль от которой тебя, ты умираешь? Нет, он в дикой опоре двигать не можешь. Не можешь? Значит, по секрету скажу. Таблетки не могут? Это, наверное, второй степени, потому что мы не можем на таблетки использовать. Нужно включать не только списки, а нужно включать логику. Это то, что я хочу вас приучить. Нельзя выучить весь список. И ты скажешь, а вы сказали про это, а про эту болезнь вы не сказали. А диабет это пикох не форш или нет? Нет, так я скажу, что... Смотря какой. Смотря какой. Если это пикох... Если это диабет, где человек... Без укола уноси готовенького. Понятно, что пикох не форш. Если это диабет, который плюс-минус ограничение в еде. И человек чувствует легкое недомогание. Сразу скажу, если он чувствует легкое недомогание диабета, он больной. Он не рассматривается как легкое недомогание. Мы знаем, почему оно у него. Но сказать, что он сейчас умирает и срочно его тащить в больницу, только в определенных ситуациях. То же самое касается очень многих других болезней, про которые мы знаем. Если я знаю, что у него сейчас эта болезнь, то он больной. Он больной, это значит, что дырабанан, мы для него нарушим таблетки, мы спокойно можем дать. Знаешь что? Человек, который вывих, в принципе, ему нужно вернуть обратно на место, неважно, руку, ногу. Это нарушение дырабанан? Никакого дырабанан в этом нету. Чем ты, какое ты млохую делаешь? Строишь. На боне это не тянет. Понятно, что это лечение, поэтому мы сказали, что лечение дырабанан запрещено. Если у человека есть вывих, понятно, что вправить вывих ему можно. Можно. Вопрос, если это вывих, и нету сомнений, что нету никакого перелома, то можно ли делать снимки ему? Хороший вопрос. Если врач говорит, перелома нету, ну на всякий случай давайте сделаем. Нужно его спросить, на всякий случай, это для перестраховки или потому что есть вероятность? Если есть вероятность, понятно, что мы делаем. Если нет, то нет. Мы говорили про обвал и все, что связано с землетрясением, ураганом, смертью. То есть, как это работает? Если я знаю, что там и весь в квартале, не дай бог, произошло землетрясение, но мы же-то еще не видим этого. Мы должны 100% все оставить, нарушить и пойти спасать людей из обвалов землетрясения? Да. Так это работает? Да. Понятно. Что произошло 7 октября в Симхатору, когда во многих поселениях, как правило, это слышали те, кто связаны каким-то образом с безопасностью поселения. Были много десятков и сотен людей, которые услышали, что арабы напали. Я сейчас говорю про религиозных евреев, которые все соблюдают от а до я. Взяли оружие, взяли патроны, сели на машины и поехали. Но это больше армейский закон. Никакого... Они не армейцы. А, не армейцы. Не армейцы. Мужики, которые... Некоторым, может быть, 25, а некоторым и 50. Понятно. Они были в армии. В армии они были когда-то, оружие у них есть свое. Но это не связано с армейским. Никаким образом не связано. Ну, кстати, и армейцы. Армия в этом отношении была... Я имею в виду, армия не солдат, а армия с точки зрения административной. Армия практически целый день была без штанов. И за очень редкими исключениями, которые снова-таки упирались в определенных командиров, которые приняли решение, решения сверху не было. А было огромное количество офицеров, которые, снова-таки, у офицеров тоже у многих же оружие есть. И у некоторых даже длинное. Многие офицеры, вплоть до полковников, они поехали не в часть, потому что у них не было приказа, армию никто не собирал. Было несколько, которые поехали в часть и начали собирать часть без приказа. Что на самом деле, с точки зрения официальной, по армейским правилам является вообще незаконным. То есть их за это могут судить. Но некоторые поехали в часть, чтобы их сразу приводить в боевую готовность и выдвинулись до того, как получили приказ. Таких было несколько человек. Очень многие, которые были снова-таки, там, командиры бригады. А он вместо того, чтобы... Я сейчас это говорю ему не в упрек. Потому что он действовал по принципу, а как я буду это делать без приказа? Ну, я не могу сидеть. И он взял просто свое оружие и поехал на линию соприкосновения. И погиб там, как простой солдат. Потому что он в это время был дома. Не на дежурстве, не в армии. И в армии он побоялся взять инициативу и собрать солдат. Потому что, снова-таки, это незаконно. И он поехал и сражался не как солдат, а как к человеку, у которого есть официальное оружие. Сынды? А термометром пользуемся? М? Термометром пользуемся, если... Термометром. Кипишь? Кипишь. Секундочку. Если я вижу, что есть температура... Поэтому температуру 37 очень тяжело заподозрить. Только если у человека маленькая. Постоянная. А вдруг у меня немножко температуры надо проверить. Значит, если человек горит, то его... После этого проверить температуру можно. И просто так проверять температуру нельзя. Ты не можешь прийти и сказать, Топ, он как-то для меня немножко подозрительно выглядит. А вдруг у него есть температура? Давай померяю. Нельзя. Но если ты попробовал рукой, ты говоришь, кажется, что у него температура. А ты как себя чувствуешь? Плохо. Меряй. Так. А вы говорили, что у детей, да, повышает себя... Ты не дитё уже в этом отношении. Детей имеется в виду, те, которые себя объяснить не могут. А, ну, можно вам до какого-то возраста? До какого-то возраста. Лет до трёх-четырёх-пяти. Смотря по каким... То есть там, где человек не может себя объяснить. Ты уже... Тринадцать лет, извини, человек себя может объяснить. А? Нет. Я тебе авансом, через пару месяцев... Бессед... Три месяца. Так и будет. Бессед... А то я сказал своему сыну, что тебе двенадцать. Он. Говорит, мне тоже двенадцать. Я говорю, нет, но он тебе на год старше. Он говорит, ну мне же двенадцать. Я говорю, тебе уже две недели двенадцать. Ему через пару месяцев уже тринадцать. Бессед... А, ну да, тогда, говорит, на год старше. Поехали дальше. Свет зажигать можно? Под какой друг? Пиковый нафиг. Пиковый нафиг можно. Если он изи. Но если можно сделать что-то при свету, который находится... Я понимаю, значит, я могу зажечь свет, но я должен зажечь то количество света, которое нужно больше не зажигать. Если я могу зажечь лампочку, которая не лампочка накаливания, а неоновая или тем более ледовская, лучше я зажгу ледовскую лампочку. Почему? Замыкание цепи и там, и там есть. Процесс нагревания и горения в лампочке накаливания у тебя и то, и другое есть. В неоновой у тебя есть искра, которую ты пускаешь и так далее. В ледовской у тебя нет ничего. То есть, такие вещи мы тоже должны взвешивать. Писать можно? Шаббат? Вообще нет. Это дробанан. Что ты говоришь? Писать это дробанан? Если написал одну букву туда. Вы сказали, что появилось из-за денег. Слово. Писать? Нет. Писали рецепт. Писать? Писать? На столбах, из которых собирали мешкан, были написаны буквы, чтобы знать, какой стол к какому приставлять. Если написал только Алис, то это не нарушено. Лучше, если можно, после шаббата написать. Врач может писать или нет. То есть, если есть права, то я не знаю, какой врач. Даже если это его работа, то это не значит, что у него нет никаких ограничений. Есть спор в Гмарее, в Алахее. Ответ плюс-минус однозначный, хотя спор достаточно длинный. Шаббат, она отменился или разрешился? Шаббат никто не отменил, если есть больной. Есть определенные вещи, которые разрешены. Их они разрешены. Шаббат при этом не становится, не отменяется. Поэтому, если есть возможность написать, я привожу несколько примеров. В больнице, как правило, есть необходимость писать, потому что много врачей, они меняются, обязаны знать, что происходит с больным. Вопрос, как писать. Если это опасно больной, то в принципе, теоретически, можно написать и простым способом. Но, можно, видел такое, продиктовать это, врач почти всегда идет с медсестрой. Если он берет медсестру, не еврейку, он может спокойно диктовать, и она записывает. Без малейшей проблемы, и с точки зрения официальной, это не проблема. То есть, врач имеет право диктовать, вместо того, чтобы писать по определению в любой день. Только в данном случае, игра в том, что он диктует сейчас медсестре, которая не еврейка. Если нет медсестры, которая не еврейка, к сожалению, скажу тебе, что таких, особенно в Шаббат, очень много. По всему Израилю. И в Иерусалиме в том числе, и в Тель-Авиве в том числе, и в Хайфе, и в Бер-Шеве в том числе. Я не знаю, если есть где-нибудь место, где таких медсестр нет. Я имею в виду больницы, не какую-нибудь местную поликлинику, в которой есть три человека, соответственно, она и работать не будет. Когда мы говорим про большие больницы, есть всегда. Никуда. Значит, но, ты прав, что может быть не в этой смене, может быть сейчас чем-то другим. Еще один вариант, который есть, это писать левой рукой. Я знаю некоторых врачей религиозных, которые так делают. Если он пишет левой рукой, то это автоматически и является изменением, это уже будет дарабанан. Есть еще вариант. Я слышал, что его раньше делали, я не слышал, чтобы сегодня его кто-то делал. Писать пропадающими чернилами. То есть чернила, которые на 24 часа, и потом они начинают очень быстро выцветать. Писать имя. И сразу после шаббата просто навести все записи. Раньше это делали, сегодня я не слышал, чтобы кто-то продолжал это делать. Если он будет всегда писать левой рукой и привыкнет с ней как с правой, тогда он не сможет. Если он, амбидекстер, что пишет обоими руками свободно, если он пишет обеими руками свободно, по-прежнему это считается изменением. Это не будет считаться изменением, если он умеет писать только левой рукой. Понятно. Я, может быть, пропустил, извиняюсь, тогда повторю. А неэквивалентно, вот если мы на компьютере набиваем письмо. Спасибо. И вот еще второе. Ты, видимо, читаешь мысли не только у своего сына, у меня тоже. Спасибо. Второе еще. Бывает, например, речь в текст компьютера преобразует. Соответственно, если мы говорим четко, он автоматически в текст преобразует. Это же возможно и может быть, шабак. Он тебя всегда читает мысли? Он меня тоже сейчас прочитал, я про текст на компьютере. В данном случае он и у меня прочитал то, что я собирался рассказать. Не дав мне договорить пару предложений. Нормально, опасно, согласен, но мы такую опасность переживем. Да, это тоже будет дарабанат. Поэтому сегодня есть некоторые, которые продолжают это лучше продиктовать нееврею. Это однозначно будет меньшее нарушение. Доктор еврея идет и надиктовывает медсестре. Так, запиши то-то, 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 то-то. И она записывает, планшет записывает. Хотя и бумажный, и бумагу продолжает тоже писать. Но, в принципе, есть вещи, которые по-прежнему, особенно если это опасно больные, то понятно, что можно писать и прямым текстом, обычным образом, если есть необходимость. Поэтому, если врач или медсестра религиозные, то они будут стараться сделать чуть-чуть меньшее нарушение. Будет ли делать нарушение врач или медсестра, которые написали обычно, ручкой и так далее, если это опасно больные, подавляющее большинство тех, кто находится в больнице, в шаббат, как правило, это опасно больные. Исключения бывают. Это может быть не один процент, а несколько процентов, но, в принципе, им разрешено записать в случае необходимости. Понятно? Но мы сказали, у нас есть то, что в принципе разрешено, и то, что нам не рекомендуется делать слишком много, если мы можем сделать намного меньше. Тушение света это доурайта или дорабанан? Смотря какая лампочка. Любая. Любая. Даже когда мы говорим про лампочку накаливания, уголь у тебя не образуется при тушении, в отличие от свечи. Поэтому даже там это дорабанан. Зажигание доурайта, а тушение дорабанан. Любая другая лампочка тоже дорабанан. Мы сказали, кроме Хазон Иша, который говорит, что это Боне, Сотер, строить, разрушать. Есть такое мнение. Но кроме Хазон Иша, в принципе, никто его не придерживается. А зажигание всегда доурайта? Зажигание доурайта, мы сказали, лампочки накаливания. Точно доурайта, по всем мнениям? Точно доурайта, по всем мнениям. Есть спор, или это у тебя варка, или это у тебя горение. Это спор, но все согласны, что это доурайта, лампочки накаливания. Цена? Но это не единственное. Есть очень много других действий, которые делаются. Ты включаешь масляный радиатор, у тебя масло начинает кипеть. Это тоже доурайта, без всякой лампочки накаливания. Есть много вещей, которые ты включаешь, электроприборы, и ты делаешь однозначно запрет доурайта. Цена? Не только лампочка накаливания может быть запрещена доурайта. Топ. Поехали дальше. Если мы кого-то спасаем, то есть дефиблирят и так далее, кислородные маски, понятно, что все эти вещи у меня будут разрешены. Почему? Поехали дальше. Да. Какие? Ну, смотри, для чего ты ее используешься. Если ты хочешь там покайфовать, перегрузившись с кислородом, то в таком случае, конечно, будет запрещено. Что ты говоришь? После пожара проводят плюли, допустим, медали. После пожара человек находится однозначно в состоянии пиквохнефеш. Понятно, что ему нужно будет провентилировать легкие, потому что иначе у него развивается очень сильное отравление, и он может сыграть в ящик очень быстро. А есть пожилые люди, которые ходят в саде? Вы знаете? Как им что? Так они без этого никуда. Потому что это, может быть, и не пожилые. И у меня дочка последние недели точно так же была все время на кислороде. И на морфине. И... Бывает? А? Нет, я подумал, как раз так поддерживаю еще во время сна терапию. Знаете, при храпе лечения бывает маску, которая во время сна постоянно... Ну, это практически то же самое вспомогательное. Я думаю, это здесь, понимаете, лечение может быть последним, если запрещено. Нет, то, что ты сказал, это немножко другое, но не к нашей теме относится. Есть целый ряд болезней. Это не пикохнефиш, как правило. Хотя многие из них не очень недалеко ушли от пикохнефиш, потому что если у них будет обострение, то это может привести к пикохнефиш. Но есть целый ряд болезней, при которых дают маску или дают специальные зажимы, дают всякие... Это человек, который больной. И ему есть определенные вещи, которые ему разрешены. Снова-таки мы сейчас говорим уже не про опасно больных, а про просто больных. Но снова-таки, если мы берем просто баллон с маской, то для просто больного это тоже будет разрешено. Здесь у тебя нет ни электричества, ничего. Все это? Для опасно больного, тем более, это будет разрешено. Варите еду. Можно. Помирает, уху просит. Можно, но сами не едем. Готовим, но не едем. А? Готовим, но сами не едем. А как можно сухом спасти жизнь? Это же чуть-чуть. Что? Это же история про кулин. Это анекдот про кулин и блюда. Давай без анекдота, из жизни. Я извиняюсь, но... У меня, к сожалению, этих историй слишком много. После того, как дочки сделали операцию, ей сделали операцию в четверг вечером. Всю пятницу она практически была... Очнулась, отрубилась, очнулась, отрубилась. В субботу утром хочу... И только вытащили фактически. Ну, трубки пятницы еще вытащили, но она еще тогда... Кужай вообще ничего не могла. На субботу утром говорит... Хочу... Питу с оливковым маслом с затором. С чем? За атор. За атор. Приправа такая. Трава здесь растет в Израиле. У меня около дома тоже растет такая трава. Значит, и это не просто пита, которая мокается в масло. Это пита, которая вместе с маслом кладется в тостер. И она как бы прогревается. И потом, так сказать, с маслом прогревается, сыпется на нее этот затор. Мы в реанимации лежали. Значит, я попросил медсестру. Арабку. Такая... За 50. Она очень удивилась. Я говорю, они так часто завтракают. Это просто у арабов очень распространенный вариант для еды тоже. И она говорит, да, конечно, сделаю. Ну, пошла, включила тостер. Можно включать тостер? Можно включать тостер или нет? Для кого? Не для кого, а кому? Арабки можно. Арабки можно. А теперь вопрос. Можно ли арабки включить это для того, чтобы нагреть еврею что-то? А, нет. Если какого, а на нашему... Значит, в данной ситуации это было достаточно критично для ребенка, 6-летний ребенок, который начинает приходить в себя. Это очень критично. То, что я сейчас попросил ее, для меня это всего-то, на всего запрет дарабанан. И понятно, что я не могу сам ее приготовить таким образом, потому что это не является прямым лечением. Понятно? То есть, я сам до райта ей не смогу сделать, если это не прямое. То есть, если человек ослабел, и ему нужно сварить бульон, потому что нет ничего другого, что его может, так сказать, восстановить ему силы, то я могу сам сварить бульон, без того, чтобы просить нееврея. Но в данной ситуации я попросил нееврея без малейшей проблемы, я попросил прямым текстом, без каких-то там кивоков, без намеков, без ничего. Потому что я не знаю, что не надо препятствовать как бы неевреям. Нет, это не препятствует, это я просил, и она сделала то, что я попросил, не то, что она захотела сделать. А вот этот вопрос вот такой вот, что не надо препятствовать, вот, грубо говоря, вот это часто встречается, например. Вот если неевреем, например, ты не можешь тушить огонь, например? Нет, с неевреем это отдельная тема, которую мы будем разбирать через пару недель. С неевреем мы увидим, что есть проблема просить, а есть проблема пользоваться результатом. Даже если ты не просил, и ты молчал, как рыба об лед, тем не менее ты результатом пользоваться не можешь. Но это мы будем разбирать потом. А если вот жена на второй день после рода просит мне бульон, то ты сам, и никого попросить некого, я сам не могу сделать бульон. Ну, понятно, что есть еще и да, но вот она прям приспичивая на второй день, она говорит, дай бульон. А, не странно это, объясните, что это не странно. А это все для жены. Как жена забеременела, странность это ее второе имя. Значит, после того, как она забеременела, не нужно ждать даже родов. Поэтому. Ну, смотри, если она сумасшедшая, то не значит, что сумасшедшая, чем стал ты. Поэтому то, что она сходит с ума, ей это разрешено. В значительной степени момента. А? Пусть сама себя и сделает. Она в итоге делать не будет. Тут же, ей-то хочется, чтобы ты сделала. А, просто реальный. Да. Значит, поэтому нет. Точно так же, как у меня дочка была несколько раз, когда она... Включи мне мультики сейчас. Я знаю, что она может спокойно без мультиков. Можно попросить здоровья? Нет. Пройдите, пожалуйста. Нет. Пройдите, пожалуйста. Нет. Я тебе лучше книжку почитаю. Это полностью разрушает атмосферу. В данном случае это... Да, ей хотелось. Понятно, что мультиков она последний год жизни просмотрела больше, чем все мои дети, вместе взятые за три жизни. Но... Шаббат. Не все, что просит, просто так. Шаббат. Если я понимаю, что если я ее сейчас не накормлю, она потеряет сознание, отключится, то понятно, что я побегу и буду варить и давать ей. Но я должен смотреть не с точки зрения того, что она сказала, хочу, а с точки зрения того, что я вижу, что это необходимо. Цена? Тогда да. Просто я хочу. Мы сказали, что шаббат не отменяется. Поставь мне музыку. Я хочу. Хочет. Что? Что? Да. Кто? для больного если да и за делаем это ни про моего лечения нельзя делать для войного потому что это непрямое лечение но если это включится туму нет если я вижу что дальше что если я не буду делать она отключится я не должен ждать пока она отключиться. Я должен оценить ситуацию. Я, извини, в лечении это всегда так. У тебя нет прямого ответа, даже когда ты знаешь болячку. В половине случаев врачи вообще даже болячку не знают и не знают, как твой организм или чей-то организм будет себя вести с этой болячкой. Поэтому у нас практически всегда в медицине есть такое понятие, мы оцениваем. Мы оцениваем. И это касается врачебной практики, это касается и аллогической практики. Цена? Тук. Вызов врача. Не евреев, говорим. Намеком, наверное, да. Можно без не евреев. Ну, смотря... Да, было дело как-то. Жена начала рожать, вторую дочку. А племянник специально ко мне приехал, что если вдруг будем рожать, то он останется со старшей дочкой, а мы уедем в больницу. я побежал к жене, кричу племяннику, набирай скорую помощь. Он говорит, а какой номер, я говорю? Откуда я знаю, какой номер набирает? Он говорит, я не знаю, какой номер. Я говорю, все бывает. Пришлось бы самому набирать. Я тоже не помню, все нормально. Я тоже не помню. Ну, потом, снова-таки, с медиками тоже очень весело говорить иногда по телефону. Особенно, когда они начинают волноваться больше, чем тот, кто им звонит. Когда я там с сыном потом звонил, говорю, жена рожает. Ты, говорит, успокойся. Говорит, у всех жены рожают. Ты скажи, там, какое открытие, как продвигается. Я говорю, голову уже видно. Главное, не беспокойся, к тебе уже едут две машины. Я говорю, я не беспокоюсь, я жду. Ты не беспокойся, все, вторая машина с врачами. А что там происходит? Я говорю, уже кричит, но снаружи только голова. Там вообще, по-моему, человек чуть ли не потерял сознание на другой линии, в смысле, с которым говорил. Бывает. Можно звонить, если у меня есть пикох нефиш. Роды в данном случае у меня там же. Если есть пикох нефиш, я могу спокойно в шаббат звонить. Раньше было обсуждение, сегодня его на самом деле уже нету. Можно ли выключать телефон? Потому что позвонить, я должен, чтобы выключать это дополнительное действие. Но сегодня достаточно, чтобы одна сторона, врачи все равно могут спокойно выключать. и у меня после этого линия освобождается. Раньше вопрос был, если они мне должны перезвонить, чтобы сказать, что они подъезжают, тогда я могу выключать. Если нет, то нет. Снова-таки, можно ехать на машине? Можно. Врачам. Оглушить нельзя. А? Врачам. И врачам тоже. Оглушить нельзя. Лучше договориться с неевреем. Есть такой вариант? Можно, собственно говоря, даже договориться с тем, что нееврейское такси приедет, заберет и ты заплатишь им после шабата. Есть такие варианты заранее? А если отсрочка, пока вы нееврейское такси пишете, это же тоже, грубо говоря, подставить... Такие вещи нужно искать заранее. Ты не выходишь на улицу кричать нееврейское такси. Звонишь сегодня по телефону. У тебя должен быть заранее приготовлен номер, который ты знаешь, ты позвонишь и тебя заберут. Кстати, в некоторых местах есть еврейское такси, которое возят. Тоже, кстати говоря, разрешено. То есть, они не работают в шаббат, в принципе, но в больницу они отвозят и возвращаются. Если есть еще звонок, они едут снова. Единственное, что там у них какое-то ограничение, что если они приехали в больницу за сколько-то там, за полчаса до шаббата или что-то такое, то они уже не могут эти полчаса выехать, потому что в любом случае их уже заново не вызовут. Но если они ночью или утром их вызвали, они отвезли, они могут вернуться, потому что по большому счету может быть кто-то еще позвонит и нужно будет отвезти. Есть такая услуга тоже. В религиозных такси. Такое тоже есть. Цена? Снова-таки скорая помощь. Скорая помощь может спокойно ехать, тоже можно вызывать спокойно. Аптека. Во всех больших городах Израиля есть дежурные аптеки, которые работают 24 часа в сутки. В любое время дня и ночи, даже в День независимости, открыто. Вы знаете, что в День независимости все будет закрыто. Магазины, больницы, не больницы, а? Мы учимся? Мы не учимся, мы едем гулять. Завтра? После. А завтра? А завтра учимся. Завтра же тоже. Завтра день памяти погибших. Но мы посвятим этому значительной степени уроки. Это на кладбище. А? На кладбище. Да. Может быть. А? Сказали, что все идут на кладбище? Нет, завтра идут на кладбище. По-любому все идут, как в прошлый год. Это всегда так. все идут? Да. В прошлом году. Кто? Значит, может быть... Присядь, пожалуйста. В принципе, еще один... Есть несколько небольших разделов, которые мы должны с вами еще разобрать по поводу опасных больных. Это по поводу записи. В частности, записи в больнице и так далее. Не то, что врач пишет, а то, что я должен записаться. Это мы разберем. По поводу лекарств. Сразу скажу, что лекарства у нас делятся на запрещенные деурайта, дерабанан. Мази, как правило, это у меня запрет деурайта. Уколы внутривенные это у меня запреты деурайта. Значит, уколы подкожные это дерабанан, повязки это дерабанан. А внутримышечные? Внутримышечные, как и подкожные, то же самое. Значит, внутривенные это деурайта. Значит, понятно, что здесь они будут разрешены, но мы все равно разберем целый ряд принципов. И я надеюсь, что в следующий раз мы уже может быть чуть-чуть подробнее разберем по поводу подготовки еды и нагрева воды. И закончим уже эту тему, перейдем как к простым больным. Субтитры создавал DimaTorzok